В Чехии расследуют крупнейший в истории страны политический скандал. За решетку попали несколько членов правящей партии, в их числе и директор канцелярии, премьер-министра, бывший глава военной разведки и несколько бывших и нынешних членов Кабинета министров. В чем именно их обвиняют, пока не уточняется. Операция еще не закончена, поэтому не исключено, что это не последние аресты во властных структурах. Президент Чехии сегодня проведет экстренное совещание по дальнейшей судьбе правительства из Праги. Наш специальный корреспондент Алексей Пономарев. Еще вчера в Чехии никто не мог предположить, что сегодня страна буквально утонет в глубочайшем политическом кризисе. Чешская полиция проведет спецоперацию, в результате которой будут задержаны влиятельные чиновники из ближайшего окружения чешского премьера Петра Нечеса. Молниеносная операция полиции, в которой участвовало свыше 400 полицейских и которая готовилась к секретной обстановке последние месяцы, проведенная в ночь со среды на четверг, закончилась содержанием сразу нескольких высокопоставленных политиков, в том числе главы администрации премьер-министра Петра Нечеса, 48-летней Яны Нагиевой. Были задержаны бывший министр сельского хозяйства Иван Фукса, бывший депутат парламента и руководитель парламентского клуба гражданской демократической партии Петр Лугорш и бывший чиновник Министерства транспорта и нынешний член правления железнодорожной компании «Чешский драгер» Роман Бочек. Практически все они состоят в гражданской демократической партии, которую возглавляет Петр Нечес. Обыски прошли в здании правительства, Министерстве обороны и мэрии Праги. В крупнейшем чешском банке коммерческий банк полиция изъяла золото и наличность из частных банковских ячеек. То, что председатель Филипп называет вторжением в офис правительства, было лишь визитом двух сотрудников прокуратуры и руководителя отдела полиции по борьбе с организованной преступностью. Их визит к премьер-министру является частью расследования и санкционирован прокурором. Сан Петр Нечес, неожиданно оказавшийся в центре коррупционного скандала, с утра был недоступен ни для прессы, ни для своих коллег в правительстве. Только ближе к вечеру Нечес заявил, что убежден в невиновности своих соратников. Я ожидаю от прокуратуры, что она озвучит причины, которые привели к таким обширным мерам. Я лично убежден, что ни с моей стороны, ни со стороны Яны Нагиевой не было совершено никаких проступков, поэтому у меня нет никаких причин, чтобы подать в отставку. И нет никаких причин для распуска правительства. Впрочем, для чешских обывателей все происходящее наоборот демонстрирует несостоятельность правительства. То, что происходит, очень важно для всех чехов, потому что этот скандал с обысками и задержаниями связан с правящей гражданской демократической партией. Действия полиции были неожиданными не только для простых граждан, но и для политиков, я думаю. Я считаю, коррупция и проституция – это одни из древнейших способов заработать себе преференции и деньги. Я вообще не удивлена. Я считаю, что нечисть должен был уйти еще вчера. Сегодня это делают уже поздно. Впрочем, никаких обвинений никому из задержанных пока не предъявлено. Известно лишь, что в пятницу нечисть встретится с президентом Чехии Милошем Земаном, президентом полиции и лидером одной из самых сильных политических партий ЧССД, оппозиционной правящей гражданской демократической партии, возглавляемой премьером. Алексей Пономарев, Вести, Прага, Чехия.